Приветствую вас и постараюсь объяснить вам ситуацию, которая у вас произошла достаточно, скажем так, понятна. Чтобы вы поняли, какого конкретного вопроса вы нам не задаете, но исходя из того, что вы пишете, я могу сделать, в общем-то, несложный вывод, что вы страдаете всем. Вот, ваш мужчина вас бьет, даже если не бьет, то он вас очень плохо воспринимает, плохо к вам относится и так далее. Данная ситуация говорит о том, что у вас к нему есть несколько, знаете, нездоровых чувств. Какие это нездоровые чувства? Ну, вообще говоря, если именно о нездоровых чувствах есть речь, то это зависимость. Понимаете, парень награжается, парень постоянно недоволен, мужчина постоянно вам предъявляет какие-то претензии и так далее. Это не говорит о том, что он с вами счастлив. Это говорит, скорее, о некой привычке, да, о некой какой-то привязанности, может быть, еще о чем-то, но никак не о любви. Никак это не напоминает то, когда мужчина хорошо относится к своей женщине. Значит, это означает, что и у него, и у вас есть какая-то личная заинтересованность в том, что вы вместе. Какая это личная заинтересованность, я пока не знаю, могу предположить, что у вас эта заинтересованность проявляется в том, что вы недостаточно, например, уверены в себе. Что вы, например, боитесь его потерять, боитесь одиночества, боитесь, что другой мужчина вас, скажем, не оценит, другой мужчина, там, я не знаю, вас не любит, не полюбит и так далее. То есть моментов может быть, в принципе, много. Много моментов может быть, по которым вы, ну, как бы, не можете с ним расстаться, не можете посмотреть на эту ситуацию здраво. Но это не повод. Не повод для чего? Не повод, чтобы терпеть подобные унижения. Как вам правильно сказал коллега, то, что ничего хорошего из этого не получится. Претензии мужчины можно как-то там прорабатывать, претензии мужчины можно как-то оценивать здраво. Но, если это претензии беспрочвенные, и вы видите и знаете, что эти претензии беспрочвенные, то это значит дело в отношении мужчины к вам. А это значит, что мужчина, ну, вот он, по сути, да, такой вот, какой он есть. Вот он такой вот. И он, скорее всего, не изменится. Тем более, что он обещает вам и все равно ведет себя так же. Что это говорит о том, что вы мучаетесь? Вряд ли. Но, несмотря на то, что вы мучаетесь, вы все равно с ним. Значит, что-то заставляет вас с ним быть. Что это заставляет? Нужно понять, что именно вы хотите от него получаться. Что вы получаете от мужчины для себя в этих отношениях? Что он вам дает такого, что вас удерживает? Понимаете, когда парень не уважает, ужасно относится, и вы терпите, это значит, что это все делается ради чего? Ради любви. Но вряд ли ваш мужчина делает это все от счастья. А истинная любовь подразумевает счастье. Желание сделать человека счастливым, а вы его счастливым не делаете. И вы сами несчастливы рядом с ним. Значит, у вас от него зависимость. И вот от этой зависимости нужно избавляться. Если имеют место быть комплексы, то комплексы нужно убирать, комплексы можно и нужно купить, купировать. Комплексы можно снижать и повышать уверенность в себе. А если есть желания какие-то, с помощью которых вы удовлетворяете свои потребности, да, через мужчину, то их тоже нужно удовлетворять, но напрямую, чтобы быть свободным. Вот представьте себе теперь такую картину. Вы свободны. Вы свободны. У вас абсолютно и полностью развязаны руки. Вы можете поступать любым способом, да. Как бы вы поступили? Вот, попробуйте ответить себе на этот вопрос. Как бы вы поступили? Я имею в виду сейчас такую ситуацию, как бы вы поступили, если бы вы полностью чувствовали себя свободно. Наверное, вы бы ушли. Почему? Потому что вам тяжело. И вот этот аспект, что вам тяжело, является главным. А то, что вы не можете уйти из-за любви, это, простите, ваше желание. Так вот, ваши желания, они являются блоком к тому, чтобы совершать свободные акты воли, потому что они неправильно удовлетворяются. И, конечно же, комплексы. Комплексы и сомнения в себе. И, вы знаете, в этой ситуации, я думаю, что вам нужно принять предложение молодого человека побыть какое-то время друзьями. Вам нужно обрести независимость от него. Вам нужно поверить в себя. Вам нужно избавиться от комплексов. И тогда, вы вновь с этим мужчиной встретитесь. И вы, собственно говоря, спросите себя, а вообще, этот человек стоит того, чтобы я с ним была? Этот человек достоин того, или я по себе придумал его? А может быть, когда вы удовлетворите свои желания, которые у вас есть, когда вы поймете, как можно удовлетворять бед молодого человека, он вам станет ненумен, потому что вы станете свободны, кто знает. Но я просто одно. Сейчас, сейчас, вы движетесь в деструктивном направлении. В деструктивном направлении, в первую очередь, относительно себя. Потому что молодого человека это все устраивает. И то, что вы терпите это, говорит о том, что вам так все-все удобно. Вам так комфортно и что-то вы получаете. И вот что вы получаете, является первым ответом и первым шагом на пути к освобождению вас от зависимости. От зависимости от этих отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!